Физкульт привет друзья! Все мы хорошо знаем что такое ЛБЗ, ну а кому неизвестна эта аббревиатура, личные боевые задачи. Вообще вокруг этой фичи среди игроков входит множество пересудов. Кто-то еще в самом начале пути и яростно их проходит или пытается пройти. Кто-то уже взял все танки, а кому-то не удается закончить последние миссии. Есть конечно и те, кто вообще забил на эти ЛБЗ. Насколько выгодны ЛБЗ? Нужны ли они? Что они дают? Вот тема сегодняшнего видео. В первую очередь давайте вспомним как они появились. Это произошло 15 января 2015 года. В самом начале задачи были куда более сложные и многие впадали в ступоры. К примеру, 3 раза поджечь противника за бой. Согласитесь, это жесть. Спустя время разрабы упростили квесты и проходить стало легче. Что же дают ЛБЗ? Во-первых, за выполнение каждой задачи, в зависимости от ее номера и танка, на котором вы проходите эту ЛБЗ, вы получаете различные плюшки. От расходников до премиум подписки, а также серебро. Если посчитать сумме, сколько можно заработать, то вы увидите очень кругленькую сумму. Другое дело, что многие игроки для прохождения ЛБЗ вкупают различную технику, которая прежде им не была нужна, таким образом тратя на это деньги. Поэтому выгода прохождения ЛБЗ полностью зависит от вас. Проходя личные боевые задачи, вы получаете танки. За каждый блок из 15 выполненных боевых задач на 4 видах техники, выполненных на отлично, вы получите танк и 4 танкистки. Если собрать на один танк женский экипаж, то у них сработает умение боевые подруги. Это тот же перк, что и боевое братство, но он не прокачивается и не может быть сброшен. Экипаж это круто, но вот танки очень спорные. Явных имбо-машин среди танков, которые выдаются в ЛБЗ, нет. Поэтому ребята, которые гонятся за выполнением ради машин, сразу могу вас расстроить. Ничего мега-крутого в финале вас не ждет. Абсолютно неинтересный штук. Т-28 концепт, который лично мне не понравился, но в целом неплохой агрегат. И очень спорный Т-55А, который где-то лучше Т-54, но из-за недостачи УВН и динамики, серьезно страдает. Венцом ЛБЗ является Объект 260. Он хорош. Как по мне, лучшие 7 и ИС-4. Нужно ли выполнять квесты от Wargaming? Наверное, это сугубо личное для каждого. Кому-то это может быть очень интересно, а кто-то, например, как я, будет проходить их не упарываясь. К сожалению, или может кому-то это покажется к счастью, в интернете уже давно появились ресурсы, которые предоставляют различные услуги. В том числе и прохождение ваших ЛБЗ за деньги. То есть платите, скажем, 1000 рублей, и вам проходит ЛБЗ в лучшем виде за короткие сроки. Вы же заходите на аккаунт и принимаете плюшки и радуетесь. Как правило, все эти системы работают через договорные бои, поэтому я лично ничего хорошего в данных ресурсах не вижу. Не хочу говорить плохо ни о ком, но когда я в рандоме наблюдаю человека с низким КПД на Объекте 260, мне становится ясно, откуда он его взял. Не на 100%, конечно, но подозрения очень велики. Поэтому здесь ситуация очень двояка. Ведь породив личные боевые задачи, Wargaming расширил область действий различных махинаций в игре, что сильно снизило ее качество. Конечно, это дело сугубо личное, проходить их или нет. Я считаю, что в целом ЛБЗ неоправданно сложны и невыгодны в целом, если говорить о машинах, которые мы получаем за их прохождение. Если же говорить в комплексе всего, что падает по дороге, серебро, расходники, ну и прочее, то тут нужно смотреть исходя из того, насколько вы универсально умеете играть на разных типах танков. Ну и без удачи вам не обойтись. Как правило, сложные ЛБЗ проходятся, когда сошлись звезды или был парад планет. Слишком многие факторы влияют на удачное прохождение. Есть и другая сторона медали. Кроме проплаченных ЛБЗ, слабые игроки, дети и люди неадекватные, выполняя квесты, часто подводят команду, упарываются, чтобы засветить нужное им количество танков и делают многие другие глупости, что очень плохо влияет на рандом. Отсюда и сливы, и горящий стул, и пересуды. Оставайтесь на моем канале. Здесь вас ждет еще много интересного. А те, кто еще по каким-то причинам не подписался, делайте это скорее и ставьте лайки. Не подписался? На арте попался. С вами был Гагер, до новых встреч.